Мы сейчас будем учиться из Божьего Слова. На русском это 84-й Псалом. На английском и на еврейском 85-й. Я сегодня очень впечатлился тем толкованием, которое нам дал Илья. И вы понимаете, что он сейчас очень переживает сильное душевное потрясение. И все мы, вся моя семья, мы в очень похожем состоянии находимся. И поэтому мне нравится преподносить более глобальные проповеди. Но я не способен сейчас делать это как обычно, поэтому мы просто будем вместе изучать 84-й Псалом. Я прочитаю стих за стихом и попытаемся понять, что Дух Святой хочет открыть нам. Отец Наш Небесный. Ты творишь чудеса. Я начинаю с первого стиха. Начальнику хора кореевых сынов Псалом. Вы знаете, кто был корей? Кто был корей? Кто был корей? Он был двоюродный брат Муша. Он был очень мудрый, помазанный человек. Он был великим священником в священнической системе того времени. Но зависть Моисея и тому положению, которое было у Моисея, испортила его. Она просто разрушила его. Если мы изучаем эту историю, сыновья кораха, они поддержали своего отца. Но потом они пожалели об этом и отступили. Наказание кораху было очень страшное. Вы помните рассказ истории? Но просто подумайте психологическим образом. Какое пятно упало на всех потомках кораха? Люди, у которых даже менее яркие темные пятна, они тратят свою жизнь и они не могут найти достойного места. Но сыновья кораха смогли найти эту способность вернуться, восстановиться. И те слова, которые они написали, находятся в Танахе. Это пример из Нового Завета, очень напоминает Новый Завет. Иешуа восстановляет человека. И здесь мы видим, даже прежде, чем Иешуа пришел, сыновья кораха, как увидели этот путь, как коснуться Господа и как принять Мессию, который должен был прийти. Для нас восстановление – это обещанная вещь. И не давайте вашим страхам и фобиям. Мешать вашему будущему и вам. Посмотрите на сыновья корах. Второй стих. Ты уехал в 84. Рецит Адонай Ерцеха, Шавта, Шавита Яков. Рецит Адонай. Господи, ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Якова. Это всегда была и есть воля Бога, чтобы Яков был здесь. В книге Второго Закония, 28-й стих. Написано, если вы грешите против Господа, Он вас раскидает по всей стране, по всему миру. Но когда вы покаетесь, Когда вы покаетесь, я верну вас в вашу страну. И эта вещь актуальна по всей истории. И сегодня еще больше. И знаете, даже во время войны продолжается алия в Израиле. Господь, Он верен. Давайте скажем амэн. Третий стих. Простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи Его. Эти вещи произошли давно, прежде чем Яшуа умер за наши грехи. Даже прежде, чем был построен храм. Но есть разные пути, по которым Бог дает спасение нашему народу Израилю. Простил беззаконие народа Твоего. Килу, есть ле-елухим дэрэх. У Бога есть путь. Мы иногда не понимаем этот путь. Но Бог обещал Якову все время покрывать все наши грехи. И сыновья Короха это увидели как пророчество. И сейчас это даже больше актуально. И этот стих заканчивается на слове скала. Селла, не может быть скала. Цур. Цур, может быть. Селла. И есть много раз часто в псалмах. Есть битой этот, селла в севере. Селла. Много раз в конце стиха в псалмах написано селла. Есть разные толкования. Можно сказать, что это цур, это скала. Но это может быть, что это тоже дубар, в форме аллегории, что двор Адонай у кеселла. Можно это толковать, что слово Бога, оно как скала, как твердый камень. Я это вижу прям как, прям нельзя изменить слово Бога, оно не меняется. Четвертый стих. Отъял всю ярость твою, отворотил лютость гнева твоего. Здесь говорится про суд. И мы достойны иметь суд, чтобы нам дали суд. Каждый человек заслужил суд. В Писании написано, что Бог видит даже в своих ангелах некоторые проблемы. Но мы люди. И не смотря на то, что Бог избрал наш народ, есть много грехов. Но в прежде стихе написано, ты простил беззакония народа твоего, и прокрыл все грехи его. И здесь снова написано, ты прекратил наказание к твоему народу. Сейчас я скажу что-то странное. Потому что очень много людей, большинство. Я много про это говорю. Может быть вы уже это слышали. Люди привыкли к двусторонному миру. С одной стороны есть Бог. На другой стороне Сатан. Это паганская картина, которая приходит с древних греческих народов. Никто не может восстануть против нашего Господа. Никто не может восстануть против Господа. Он единственный Господь в этом мире. И все, что он создал, даже Сатан, даже не может пройти те границы, которые Бог ему предоставил. И нам, как эти люди, которые живем в сегодняшнем дне, нам очень тяжело с этим согласиться. Много раз мы говорим, вот со мной это случилось, тогда Сатан, он меня атаковал, что-то плохое случилось. Но такая форма мышления нам много раз мешает нашей вере в Бога. Он единственный Господь. Много раз мы не можем повлиять или сделать что-то, с тем, что случилось. Как то, что случилось в нашей семье две недели назад. Но нам нечего делать с этим. Господи, Ты наш Господин. Ты понимаешь, что жизнь. И иногда ты забираешь жизнь. Но мы верим всем своим сердцем, что ты есть жизнь. И мы верим всем своим сердцем восстание из мертвых. И мы знаем, что ты делаешь все по твоему плану. Почему я вам это говорю? Это что-то, что касается меня лично. Или моей семьи. Но я знаю, что у многих из вас есть такие моменты, как семья Риккенглаз прошла, что-то подобное. И мы должны укрепляться в Господи. Мы должны укрепляться в Господи. Если мы это не делаем, мы стоим прахом. Мы живем, но мы как прах. В Послании к Евреям, 11 глава, 1 стих. Умер לנו мила. Нам Бог говорит слово. Мы верим в Господа. Мы верим в что-то, что мы не видим. И это правильно. Мы не видим Господа. Но не точно. Мы чувствуем Господа. Мы чувствуем Господа. Переживаем. Мелых Давид говорит, Я всегда чувствовал Господа перед моим глазами. Я чувствую. Бог возле меня. Его Слово, Его Дух, они меня оживляют. Мы должны понимать и соглашаться с действием Господа в этом мире. И мы должны найти свое место и свою реакцию во всей этой картине. Я прочитаю стихи 5 до 8. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Эти слова сыновья Корах говорят, после чего Бог уже им открылся в пророческой форме, что Бог, Он за нас. Если Бог уже открыл мне, что Он возле меня, и Он мне помогает. Почему я снова прошу Господа, чтобы Он спас меня, и был возле меня? Вы знаете почему? Потому что так люди поступают. Ты играешь себя далеко. Но так нормально. Так мы показываем, что в нас нет гордости. Господи, ты серьезно мне обещал благословение. Он уже давно сказал, да, я тебя благословлю. Но когда мы играем в эти игры с Господом, мы себя как будто унижаем, и это нормально. Мы так влияем на свою душу, и мы отбираем всю гордость от тебя. Удаляем. Удаляем. Мы отдаляем от тебя всю глупость. И мы муралим в этом мире у нас очень много проблем. И мы много раз гордимся. Но Бог говорит, я противостою против гордых. Очень важно быть спокойными, даже если вы чувствуете, что вы правы. Но много раз это не сработает. Следующий стих, девятый стих, он говорит именно про это. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет, мир народу своему и избранным своим. Но да не впадут, они снова в безрассудство. Не возвращайтесь в безрассудство. Не возвращайтесь с гордостью своей. Я повторюсь и скажу вам снова, что много раз в жизни мы чувствуем, как будто да, я сильный. Я помню, один парень рассказывал свою историю. Вообще не Бориса Грисенко в Украине. Он ходил в спортзал, и он тренировался, был очень сильный парень. Он говорит, что он чувствовал, что он настолько сильный, что даже если он шел по дороге, и машина бы сбилась в него, то он был настолько сильный. Даже о машине не заботился, настолько сильный. И в один день в своем позвоночнике, он услышал, И через полгода он просто лежал в кровати, он был полностью отключен. Но Бог сделал чудо, Когда он покаялся от своей гордости. Я продолжаю читать. Десятый стих. Так близко к боящимся его спасения его, чтобы обитала слава в земле нашей. Если мы удаляем от себя всю гордость, мы как будто призываем Иешуа. И даже написано здесь, Иешуа, он близок к нам. Здесь написано, что слава будет обитовать в земле нашей. Слава в земле нашей. Слава приходит от слова тяжело. На иврите, кавед это тяжелый. Представьте себе золото, оно тяжелое, и это дает как будто это чувство славы. Здесь не говорится про золото. Но про призвание. Кто ты на самом деле? В Евангелии от Луки, в второй главе, есть очень интересный стих. После рождения Иешуа, его взяли в храм. Помните историю, когда праведник Шимон взял Иисуса на руки и благословил его? Это чему он сказал Иешуа. Ты принесешь свет язычникам всем людям. И славу своему народу Иезраэль. Славу своему народу Иезраэль. Это когда народ Иезраэля возвращается к своему призванию. С самого начала. С сердцем, которое было у Ицхака, Авраама и Якова. С характером, как у Моисея. Когда ты открытый перед Господом. И ты укрепляешься в Боге Господин Итан. И ты признаешь, что в Таразаконе, 18 глава. Написано, что придет пророк, как я, и кто не послушает его голос, будет удален из народа Иезраэля. Юдалев. Одиннадцатый стих. Хесед веймет невгешу. Цедек вешалом нишку. Милость и истина встретятся. Правда и мир облюбизаются. Облюбизаются. Аблубизаются. А на простом русском. Как это? Поцелуются? Обцелуются. Не обцелуются. Поцелуются. Поцелуются. Давайте так. Как правильно сказать? Милость. Милость это милость. Истинка очень связана с судом. Есть одна такая. Если сначала шел суд, тогда ничего не стало перед Господом. Все бы упало перед лицом Господом. Поэтому сначала идет милость Господню. И это говорится про нас. В молитве Отче Наш мы молимся прости грехи наши. Сначала прости нам. А потом дай нам истину. Это в Новом Завете. Очисть нас. А потом объясни нам, где мы неправы. Правда и мир поцелуют. Цедок это справедливость. Это тоже связано с судом. На еврейском языке шелом мир это что-то целое. Мы хотим быть целыми перед лицом Господом. Цельными. Цельными. Небесный Отец, дай нам быть цельными перед лицом Господа нашего. Пасук Ют-Бет. Эмет ме-Арец тицмах вецедек мишамаем нишкав. 12 стих. Истина возникнет из земли и правда проникнет с небес. Если мы смотрим на этот стих с аллегоричной стороны, мы вспомним стих там, где Моисей говорит про Тору. Он говорит, Тора не находится на небесах, что вы должны послать кого-то, чтобы ее принести. Она находится здесь. Но Яшуа придет с небес. Эмет ме-Арец тицмах Истина возникнет из земли. Изучайте Слово Господа. И вы получите укрепление и цель, направление. Вы будете открыты, и вы сможете увидеть, как Яшуа спускается с небес. 13 стих. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Это очень крепкий стих, даже если он звучит не очень. Не крепкий, а сильный. Сильный. В этом стихе есть откровение. Пророчество. Адонай итен Тов. Бог Господь наш даст благо. Тов. Добро. Добро. Когда мы читаем, в самом начале. Каждый раз, когда Бог сотворил мир, любой вещь, после чего Он сотворил, Он сказал, это хорошо. Когда Господь сказал, это хорошо, это благословило ту вещь, которую Бог сотворил, и коснулся ее. И это дает плод. И здесь написано, и земля наша даст плод свой. Мы смотрим и надеемся на те плоды, которые придут от нас. чтобы увидеть, что мы не живем напрасно перед Господом. Игерет Эле-Евриим говорит нам, что кто-то трудолюбивый ищет Господом. Он получит награду. Я хочу вас всех ободрить. Искать Господа, потому что Он да, хочет нам дать плод и награду. Продолжение следует...